Успешный бизнес в эпоху неопределенности. Международный форум Big Brands собрал делегатов из восьми стран. В интерактивных сессиях участники обсуждают практические шаги по развитию своих компаний и брендов. Одна из тем – современные вызовы для предпринимателей. Совместно с разных сторон мы подошли к таким четырем тезисам. Это глобализация, это простота, это автоматизация и человечность. Бизнес не может стоять на месте. Нужно искать новые подходы, новые тренды. И очень важно, участники форума это будут отмечать целый день, о том, что нужно общаться для того, чтобы достичь нового развития. Переформатировать бизнес – один из вариантов. Но как это сделать с наименьшими затратами? Новые ориентиры требуют постоянного вникания во все тонкости производственных и управленческих процессов. В Европейской ассоциации развития бизнеса готовы дать профессиональную оценку ситуации на рынке и безошибочные прогнозы возможных рисков. Сегодня идет глобальная экономическая перестройка. Каждый знает, что кризисы, которые начали происходить в последние десятилетия, они периодически возвращаются. Все понимают, что имея за спиной колоссальный багаж знаний, имея за спиной колоссальный багаж контактов, можно в любой момент времени выйти из одной темы и зайти в другую тему. Если вы талантливы сегодня в одном, вы завтра можете быть точно так же талантливы в других делах. Имея возможность переформатировать свой бизнес, перенаправить свою команду в другое русло, вы сохраняете рабочие места, вы сохраняете свои возможности. Изменения переживает большинство руководителей брендов. Их нужно принимать и привлекать грамотных экспертов разного профиля, считает один из спикеров форума Сергей Войченко. Слушали многих спикеров, которые говорят о том, что управление, технология, мы живем в век информационных технологий, и рано или поздно робот заменит человека. Кроме того, мы знаем, что многие профессии уже на грани исчезновения. Мы движемся вперед, только успешные люди, которые здесь собрались, это понимают. Здесь собралось большое количество сильных собственников, сильных людей, которые хотят разбиваться. И действительно, большие бренды. Знаете, что сейчас много технологий, и сейчас уже большое количество сотрудников компании – это не всегда хорошо. То есть, очень много владельцев оптимизируют процессы. Подтверждает это и руководители знаковых предприятий. Отмечают, что украинских производственников ждут колоссальные изменения. И к ним нужно быть готовыми. Наши продукты уже лучше воспринимают. На наши продукты в Европе нулевые пошлины. Из проблем – это рост заработных плат, которые, с одной стороны, радуют. С другой стороны, это увеличивает себестоимость продукции и ухудшает экспортные возможности. Но это заставляет работать более эффективно, заботиться о энергоэффективности, о эффективности управления, эффективности финансов. Особое внимание спикеры уделяют эффективным коммуникациям. Без них в бег социальных медиа не обойтись. Но живые связи «Human to Human» дают больше возможностей, считает спикер из Литвы Миндаугас Дорошкевичус. Фейсбук, Линкедин, имейлы. Но все равно «Hush to Hush», «Human to Human» имеют самую влиятельную силу. В первую очередь вас видят. Как многие говорили здесь, это бренд. Вы бренд. И они верят не в вашу компанию, они верят в вас. Персональный брендинг в интернете играет ключевую роль в продвижении вашей компании. Не сделаете вы – сделает Гугл. Но часто не так, как вам хочется. Персонал маркетинг и нетворкинг очень сильно есть комбинация. Нужно быть видимым и правильно видимым. Но тоже нужно делать шаги, чтобы делать нетворкинг. Как вживую, так и по интернету. Скажем, сегодня я познакомился с много людей, но уже они у меня в фейсбуке друзья. И это точно будут какие-то хорошие связи и, может быть, контракты. Вот это можно и нужно делать. Компетентность в работе с информацией и большими данными становится актуальным навыком для руководителей и их команд, рассказывают эксперты. Как продавать что-то актуальное и как предлагать то, что нужно? Приходится работать с большим массивом информации. Например, для Украины в современном обществе необходимы специалисты, которые могут справляться с определенным перечнем проектов. Наша задача – переработать огромный массив информации для того, чтобы предложить решение, каким образом этих специалистов образовывать, чтобы они могли выполнять задачи, которые актуальны здесь. В рамках форума участники обсуждают и возможности выхода своих компаний на международные рынки. Один из успешных примеров – образовательный бренд «Бизнес-школа Минибосс» с филиалами в разных странах и уникальной концепцией системного обучения. Но немногие предприниматели сегодня решаются на масштабирование своего бизнеса. Как провести тест на готовность к франшизе? Я говорила о том, как понять, готов ли бизнес для масштабирования. И если он готов, то каким образом можно это сделать? Существует два возможных варианта развития. Это открытие новых филиалов, но для этого нужно инвестирование, нужен капитал, либо масштабирование через франчайзинг. Инвестиционная привлекательность – важное условие для выхода украинских компаний на международный рынок. Над этим работают в коммунальном предприятии агентства программ развития. Инвестиционный бренд «Одесса 5Т» включает 46 инновационных проектов, готовых к реализации. «Одесса 5Т» – это транспорт, технологии, туризм, торговля и траст. И это самое главное направление, которое мы выбрали для развития города. Сейчас активно работаем над тем, чтобы проекты, подобные электроавтобусам в городе, проекты по модернизации инфраструктуры, были реализованы в городе». Международный форум «Биг Брендс» включает шесть секций, а также выставку, кампанию и церемонию награждения. Одна из сессий была посвящена Международному женскому дню предпринимательства, проходящему во всем мире по инициативе ООН. Какие дискуссии поднимались с женщинами в этой части форума, смотрите в следующих репортажах.